Но еще большую дорогу нужно пройти, и пусть эта дорога будет дорогой мира, и пусть всегда люди, которые обсуждают будущее своих исторических путей, прислуживаются голосу Церкви, голосу Христовой Евангелия, голосу милости и истины. Возлюбленное Господи, братья и сестры, дорогие друзья, всех поздравляю с праздником Крещения Господня. Это особый день, безначальный начинается, Бог, который вне времени, вне истории является людям, вступает в ткань человеческой истории и приносит с собой вечные и неизменные ценности, даруя их нам, давая возможность жить по этим ценностям, менять себя и окружающих. И в этом великая сила христианства, в этом его правда, которую не победишь, даже бросив людей львам, даже заставив Церковь исчезнуть из каких-то мейнстримовых общественных кругов, истина Христова живет и свидетельствует о себе человеческими устами и человеческими делами, даже тогда, когда эту истину все отвергают. И не нужно бояться ее провозглашать, оглядываясь на то, скажет ли кто-то нечто хорошее или нечто плохое, понравимся ли мы, начнут ли нас приглашать или перестанут ли нас приглашать в разные собрания. Вне зависимости от всего этого истина Христова всегда одерживает победу, если только мы в своей жизни эту победу удостаиваемся разделить и принять, если только мы истине Христовой становимся и остаемся верны. За последнее время много раз было сказано немало слов о том, какие последствия имел чудовищный теракт в столице Франции, события, последовавшие за этим в одном из ее пригородов. Совершенно очевидно, что у террора нет оправдания, совершенно очевидно, что события, во время которого погибли многие люди, причем около половины жертв, не имели никакого отношения к так называемой карикатурной истории. Это жестокое, хладнокровное, беззаконное, безнравственное убийство может быть только осуждено. И, конечно, нужно проявить сегодня солидарность и с государственным руководством Франции, и с ее народом в их борьбе с террором. Эта борьба сегодня объединяет самые разные страны, самые разные народы. Эта борьба касается и России, и многих других стран постсоветского пространства, в том числе стран Центральной Азии, о чем было сказано в одной из недавних наших бесед. Нам нужно сегодня противостоять попыткам под любыми лозунгами, в том числе под псевдорелигиозными, в частности псевдоисламскими, беззаконно и безнравственно убивать людей. В то же время для меня лично очевидны следующие. В ходе недавней дискуссии по поводу террористического акта во Франции и его последствий выявилось очень ясное, согласное, соборное мышление нашей Церкви. Люди, конечно же, не солидаризировались с террористами, не злорадствовали. Люди понимали, что было совершено ужасное преступление. И одновременно люди не солидаризировались с теми, кто когда-то публиковал, или сейчас публикует, или завтра будет публиковать, или будет призывать к публикации карикатуры, оскорбляющие живых или усопших, оскорбляющие религиозные чувства верующих людей или чувства неверующих людей, оскверняющие, почитаемые верующими или неверующими символы. Никто также не солидаризировался с теми, кто хотел бы призвать публиковать такие карикатуры все больше и больше. Да, было буквально несколько человек, которые злорадствовали, говорили, так и надо этой Франции, так и надо тем, кто там живет, сами виноваты. Было среди активных православных публицистов и общественных деятелей также буквально несколько человек, в том числе буквально один священнослужитель, которые сказали, ну сон Шарли, мы Шарли. Большинство так не поступило. Очень многие, высказываясь на эту тему, осуждали теракт и занимали определенную дистанцию по отношению к тем карикатурам, которые сейчас широко обсуждаются. Посмотрите, отец Владимир Вигелянский, отец Андрей Ткачев, отец Андрей Лоргус, отец Георгий Максимов, многие другие священнослужители, активные миряне, известные православные публицисты, Владимир Легойда, Сергей Худеев, Анна Данилова, многие и многие другие заняли именно такую позицию. Люди разных убеждений, люди, которые часто спорят друг с другом в интернете, оказались очень близки по оценке, которая, между прочим, существенно отличалась как от массовых, хорошо аранжированных оценок в пользу безусловной поддержки акрикутуристов и всего того, что они делали и что будут делать их последователи, так и от того, чтобы солидаризироваться с терроризмом и злорадствовать. Мышление церкви, мировосприятие церкви показало себя совершенно иначе. Я бы хотел одну цитату привести, это цитата из священника, который служит не в Москве и, может быть, не очень часто выступает в СМИ. Это протеория Александра Куцев, настоятель храма преображения Господня в Орске, благочинный ректор православной гимназии. В интервью сайту Regions.ru, регионы.ru, он сказал буквально следующее. Как бы ни было, велико религиозное заблуждение, нельзя его высмеивать, но и убивать тоже нельзя. Убийство за карикатуры – проявление религиозного фанатизма. Сколько карикатур не рисовали на православную церковь, на Бога, на священнослужителей, никто за это не погиб. Конечно, подобные действия, если остаются без внимания и наказания, могут повториться. В нашей стране религиозные чувства верующих защищены. И в ситуации с известной группой, я не хочу упоминать ее название, участь девушек решалась в соответствии с российским законодательством. Церковные деятели не вмешивались в происходящее. Что же касается Франции, в реакции ее общества, защищающего так называемые демократические ценности, мне видится что-то показное. На самом деле на Западе нет никакой демократии. С другой стороны, эти массовые выступления, возможно, заставят западное общество обратить внимание на ползучую исламизацию. Вот что сказал отец Александр Куцов из Гордоорска. Возникает и более серьезный спор. Спор о том, выгодно кому-то то, что сейчас происходит или нет. Об этом сложно сказать. Совершенно очевидно, что в России, в других странах исторической Руси, постсоветского пространства, очень и очень серьезно нужно относиться к любым процессам, которые могут подорвать, может быть в угоду внешним силам, а может быть сами по себе, мирные, достойные, уважительные, цивилизованные, предупредительные отношения между людьми разных вер и разных национальностей. Много раз приходилось говорить о том, почему и насколько этот мир важен для России, для всех стран исторической Руси. И сегодня нам нужно сделать все, чтобы если сценарий намеренного провоцирования, разделения между народами и между людьми разных вероисповеданий, между верующими и неверующими в Евразии, действительно существует, этот сценарий не осуществился бы на каноническом пространстве Русской Православной Церкви. А для этого нужно избегать и провоцирующих, разжигающих вражду действий, и любые попытки ответа на какую бы то ни было общественную проблему при помощи террора, при помощи наглого запугивания людей. Возникает еще одна проблема. Проблема гармонизации ценности свободы и ценности святыни. Об этом также в последние дни многое говорится. И что удивительно, значительное количество людей, которые обычно идентифицируют себя с либеральным лагерем в России, в других странах постсоветского пространства, сказали, что они понимают границы ценности свободы слова, они боятся действий, из-за которых так называемая реализация безграничной свободы, реализация ее путем оскорбления людей, стравливания их, провоцирования розни, может кончиться большой кровью. Слава Богу, что это происходит. Слава Богу, что люди, которые еще недавно говорили, нет и не может быть ограничений или свободы, чувствуют на своем жизненном опыте, на опыте веков, что и богопросвещенная мудрость, в том числе выраженная в церковном предании, и просто мудрость веков подсказывают, не может быть свободы неограниченной правом, не может быть свободы неограниченной нравственностью, не может быть свободы неограниченной соображениями сохранения мира и жизни между людьми, которые свободу понимают по-разному. Я недавно слушал песню одного мудрого человека, которая исполняется в ночных клубах, на разных сценах. Вроде бы очень простая песня, но там говорится о том, что люди, из которых каждый по-своему прав, а по отношению к этой песне исполняется и в молодежных вечерних клубах, и в интернете, и на разных площадках сценических. И вот в этой песне говорится, что человек, который в бытовом контексте или в политическом контексте по-своему прав, а по отношению к ближнему по-своему лев, это человек, который может быть опасен и для себя, и для окружающих. Это человек опасный и для себя, и для окружающих, а общество, которое раздираемо частными, противоречащими друг другу правдами, неизбежно придет к тирании, а потом, может быть, и к хаосу. Это я добавлю от себя. Нам нужно этого избежать настолько, насколько возможно, настолько, насколько Господь нам еще дает возможности говорить и действовать. И поэтому ценности свободы и святыни должны быть гармонизированы. Это важные ценности, и та, и другая. Без свободы человеческой жизни и человеческой деятельности, без свободы слова, свободы творчества, люди очень быстро превращаются в сжатую пружину, которая потом разожмется. А общество, оказывается, лишено правды, мудрости, искренности, возможности свежим взглядом посмотреть на те или иные события. Но, с другой стороны, тоталитаризмом, а не свободой, является попытка продавить жестко свою волю через оскорбление, через провокацию, через оскверление того, что для человека часто дороже земной жизни. Вот в этих условиях и свободу, и святыню должно общество защищать, если оно хочет оставаться мирным. Мирное общество, как мне лично думается, это общество без террора, чем бы он ни прикрывался. Это и общество без кощунственных, оскорбительных, разделяющих, сталкивающих людей, провоцирующих кровь действий, в том числе без провокации в виде оскорбительных карикатур. Будем надеяться, что общество действительно сможет жить в мире, в мире между людьми разных вер и культур, в мире между разными ценностями, которые не противоречить, должны друг другу, а друг друга должны дополнять. Продолжение следует...